Наши мудрые предки знали многие тайны, как сохранить свою энергию, здоровье и как защитить себя, свою семью и свой дом от негативных черных сил. У них были специальные обереговые правила для разного времени суток. Утро. Начните утро с тишины. Не вступайте в диалог сразу же, как проснетесь. Опыт ночи вырастет в мудрость утра, так гласит древняя мудрость. Откройте окно, пусть помещение наполнится свежим воздухом, это пробудит не только разум, но и дух. Умойте глаза прохладной водой. Древние считали, отряхнешь ночь, и глаза будут долго молодыми, а ум прозрачным. Не вскакивайте с постели, сначала развернитесь на бок и плавно поднимитесь. Так вы не потеряете энергию, накопленную за ночь. День. Не глядите случайным прохожим в глаза, так вы можете ощутить усталость. По пути на работу или по важным делам не оглядывайтесь назад. Выполняя это правило, вы сохраните силы для дел, которые планировали осуществить. Направляясь по делам, имейте с собой обереги. Можно использовать два оберега, один внешний, он будет виден окружающим, другой внутренний, скрытый от любопытных глаз. Внешний оберег можете прикрепить на одежу, а внутренний положите в карман или спрячьте под одеждой. Если вас ждет собеседование, экзамен или та ситуация, в которой вам необходимо концентрироваться, то положите в карман маленький острозаточенный карандаш. В поиске ответа на вопрос представьте и сконцентрируйтесь на острие карандаша, ответ не заставит себя ждать. Если вы чувствуете незащищенность, находясь в людном месте, чувствуете дискомфорт и тревогу, возьмите небольшой лист бумаги, нарисуйте на нем круг и точку в центре круга. Теперь представьте, что вы это точка, а круг это ваша защита. Сохраните этот лист бумаги, положив его в карман, пока не покинете тревожное место. Вечер. Вернувшись домой после работы, обязательно поприветствуйте свой дом, скажите, что вы рады вернуться домой. Вечер сложится благоприятно. Вечером не занимайтесь генеральной уборкой и не выносите мусор, потратите это время на расслабление и покой. После захода солнца особенно старайтесь сохранить мир в семье. Сора может затянуться и перейти в новый день. Ночь. Дабы защититься от плохих снов и мыслей, положите под подушку неочищенный зубчик чеснока. Перед тем, как отойти ко сну, зажгите свечу и смотрите на пламя пару минут, представьте, что ваши тревоги сгорают в пламени, это принесет вам спокойный сон. Если плохой сон все-таки посетил вас, умойтесь прохладной водой и произнесите, страшен сон, да милости в Бог. Куда ночь, туда и сон. Тогда сон не воплотится в жизнь, а уйдет вместе с ночью. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии к видео. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Алиса Иванова.